Доброе утро, друзья! Сегодня у нас субботнее утро. Время уже почти 9 часов. Сегодня 4 марта. Боже, как быстро двигаются дни. Морозновастенько на улице. Мы начинаем собираться. Сегодня у нас логопед. Слух проверили. Теперь идем уже со спокойной душой к логопеду. Прием стоит 180 долларов. Определенный процент, я не знаю, больше 50% нам должна вернуть страховка частная. Посмотрим, что нам скажет логопед. Я не думаю, что он скажет много нового. Как и все в последнее время скажут мне, что я должна много разговаривать с ребенком. Рассказывать ему истории. Не знаю, мне казалось, что я с ней достаточно разговариваю. Но, возможно, недостаточно. И что она скажет мне за 180 долларов? Потому что проходить на английском, по крайней мере, языке с ней тритменты, вот эти занятия, я не собираюсь. 130 долларов стоит каждый тритмент. И их нужно как минимум 4, как средний минимум 6 занятий. И у меня на это, во-первых, нету денег. Во-вторых, я не вижу в этом, если бы это еще был русскоязычный, потому что надо бы на русском больше понимать, чем на английском. Вот. В общем, по крайней мере, мы сходим. Попытаемся услышать какое-то мнение специалиста. Костя вчера пошел вечером, потому что я была просто никакая за тушью. У меня забрал эту мою тушь. Я вот вам ее покажу, потому что мне нужно ей сейчас накраситься. Вот сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот она. Вот такой я взяла. Вот 9. У меня было такого же плана, только желтая. Что-то там 12. Не знаю. Посмотрим. Возьмем. Взяла эту мне на ней. В конце на улице, блин, минус 24. Ребята, вот вам весна, блин, называется. Пожалуйста. Весна красна. Все сидят по домам, потому что у всех машины стоят дома. Ой, что могу вам сказать. В общем, мы в конце у нас были сквозь себе грандиозные планы вчера, но в конце это все свелось к тому, что я буду все это делать поэтапно. Мы думали выехать из дома, грубо говоря, вот так вот, как сейчас, и вернуться уже после Дошкиного урока музыки. Потому что это, как бы, получается, все там в одном районе. И этот спич-терапист, логопед и Дошкиного урока музыки. Ну, Костя говорит, такой мороз, не хочу машину лишний раз держать на улице, туда-сюда. В общем, одним словом, сошлись на том, что я иду сейчас с Габи к логопеду, потом там... За это, потому что я им пообещала уже детям Макдональдс. Так как она идет, мне нужно всегда реже что-то обещать, чтобы она себя нормально вела. Не знаю, хорошо это или плохо, но одним словом, пока что это срабатывает. Вот. И уже они ждали. Так уже придется заехать с ним в Макдональдс, купить им еды детям и уже привезу домой. Уже потом иду опять повезу на музыку. А вечером концерт, ну, если честно, вот эти все поездки, они меня немного выматывают. Потому что это же не только я делаю поездки, да, это же нужно еще обычные все вот эти кормежки и приборки делать в обычном ритме. И мне тяжело очень с этим, когда мне нужно это все делать. И еще как бы все обычно. Короче, посмотрим, не знаю. Иногда, думаю, может я к себе слишком как бы отношусь, ну, как это сказать. Люблю себя сильно. Ну вот, так что, в общем, ребята, мы едем, потом уже вам покажу, расскажу, что как. Не хочу длинный влог делать, потому что у меня, получается, компьютер просто реально не выключается. Он стал почему-то на другом компьютере, на Костином, там, какое-то высокое супер там HD-качество, не знаю. Он видео, которые делались у меня, скажем, грубо говоря, максимум час, сейчас делаются по 4 часа. Там поднимаются, блин, столько же, если не больше. В общем, надо сокращать. Потому что, ну, это уже превращается в такую, в тягость. Я считаю, что все должно идти более-менее. То, что тебе нравится, и ты делаешь в удовольствие, оно должно делаться в удовольствие. А уже когда это с такими преткновениями начинается у меня, вот, в последнюю неделю, то, и, получается, я зависаю на Костином компьютере. Он этим страшно недоволен, потому что у него есть свои дела, которые он там делает. И, в общем, одним словом. Присматриваем мы пока к разговору о компьютере. Мы пока что присматриваем, конечно, продолжаем компьютер. Но я все-таки говорю, Голь, сложи-ка мой, попробуй. Ну, давай еще раз. Потому что он с тех пор, вот, как на второй день пытался, что-то там, этот диск, так и не получилось. Я говорю, Женя, давай-ка еще раз попробуй. Может, что-то получится. Так что, в общем, он остался сейчас пока дома. Возможно, может быть, сможет что-то сделать. Так. Ура! Мы позади. Время полдвенадцатого. А шли мы на десять-пятнадцать. Так что мы провели здесь хороших полтора часа. Значит, была неплохая девочка канадская, которая, в общем-то, нового нам ничего не сказала. Она посмотрела на Габи. Конечно, Габи взяла время, пока она разгорячилась. Пока она к ней привыкла. В самом конце, и то только потому, что я ей дала конфеты с собой, взяла. Я ей немножко сахара, говорю, в организм ее закину. И она начала и цвета говорить, и давать. И показала несколько своих хороших скиллс. Поэтому в этом плане я довольна, что, по крайней мере, Габи смогла ей продемонстрировать вещи. Она будет писать репорт моему доктору, отправлять. Говорит, в принципе, я думаю, нам не нужно больше, чем четыре сессии. Вы можете их сделать, когда вы решите нужным. То есть пока что, конечно, я делать это не буду, потому что, ну, я не вижу смысла. Давайте я вам так скажу. Она дала мне упражнения. Именно по Габи она пошла, распечатала именно для Габи три листочка упражнений. Мы их будем с вами вместе делать. Она говорит, что это случается, что у нее нет никаких, ну, скажем так, отклонений в речи. То есть она нормальная. Говорит, единственное, что редкость большая, это то, что я ей говорю на английском слово, а она мне на русском, а она мне его говорит на английском. Такой, говорит, вид перевода нечасто встретишь. Говорит, может быть, как-то у нее это, это как бы более продвинутый какой-то уровень. Как бы даже она сказала, что это не встречается каждый день. Это редкость. Сказать вам честно, как бы с ребенком постарше легче ходить к логопеду, потому что ребенок уже может делать то, что ему говорят, и можно как-то проследить вот эти его навыки. А тут мало того, что пока мы пытались ее уговорить, пожалуйста, сделай то, пожалуйста, сделай это. Пока мы ей дали время привыкнуть, прошло 40 минут, понимаете. И потом уже то, что она продемонстрировала, продемонстрировала. Но смысл в том, что, конечно, сложно с маленькими детками ходить к логопеду. Особенно, когда это не их язык. То есть все-таки наш язык русский, как бы там ни было. Мы говорим на русском языке с ней. Она, естественно, понимает на английском тоже, но не так, как на русском, я думаю. Поэтому она назначит со мной 4 встречи, когда вам будет удобно. Хотите, можете как бы раз в неделю, допустим, друг за другом. Хотите, разбейте их раз в месяц, как-то по-другому. Например, раз в месяц, как вам будет удобно. Но, естественно, лучше всего делать это in a row, то, что говорится друг за другом. Потому что таким образом ребенок помнит, где он и зачем он приходит в это место. Ему не надо будет каждый раз новое привыкание. Зачем я еду так? Ладно, не важно, я уже еду так. Так что вот в этом плане очень удобно. Сейчас мы едем в Макдональдс. Так как я пообещала, и дети ждут, и дождет дома. Габи уже сама тоже ждет. Правда, я не знаю, что ей брать. Но окей. Будем ехать в Макдональдс. Сейчас купим им что-нибудь. Кабинет очень приятный, новый. То есть это, конечно, очень удобно и приятно, когда в новом здании все происходит. Новые игрушки, новые кабинеты. Знаете, все свежее. Но часто проблема в таких новых учреждениях, что и врачи там, доктора достаточно новые. То есть видно, что девочка еще. Но она не девочка уже, конечно. Она, может, моя ровесница. Я понимаю, что уже, конечно, у нее есть опыт. Но она как бы не прозвучала. Достаточно уверенной, что ли. Не говорила ничего конкретного, понимаете. То есть идя к такому врачу, ты ожидаешь, что все-таки он как-то будет. Говорит, ну не то, чтобы диагнозы какие-то ставить, потому что, слава богу, у Габи-то все в порядке. Но как бы просто она подтвердила то, что я сама знала, да. Но главное, по крайней мере, что я от нее услышала, что, в принципе, конечно, это нормально. Говорит, конечно, поздновато немножко. Потому что, говорит, все сегодня, раньше, много лет назад. Конечно, однозначно я бы вам сказала, что это очень поздно. Плыскал. Она говорит, я бы однозначно сказала, что это поздно. Позднавастенько она не начинает говорить. Но, говорит, сегодня, потому что в три года уже как бы надо, чтобы какое-то хоть предложение, там пять-шесть слов она говорила. Но, говорит, сегодня могу вам сказать, что это вполне нормально. Сегодня со смешанием языков. И с тем, что дети очень развиты. И частая речь не успевает развиваться так быстро, как ребенок развивается. И она говорит, из-за этого, конечно, есть часто задержки. Часто дети очень долго говорят. Мы не можем это назвать, как медленное развитие речи. Нет, это, говорит, просто у каждого свое время. Ну, выезжаем. Боже мой, тут возле этого, возле Макдональдса, как будто бесплатный Макдональдс раздают. Очень-очень. В концерт мы будем записывать. Ребята, время у нас час дня. Час 10, мы выезжаем на музыку. Довольные, отдохнувшие. Я отдохнула. И до, в принципе... Да, и до кушал Макдональдс, который мама привезла ему с габочкой. Так. Так. Так что, все. Мы отправляемся на музыку сегодня по поводу концерта. Посмотрим, как погода великолепная, солнце и приятный мороз. То есть морозно. Дальше давайте поговорим про небольшие новости этого сезона. У нас приходит весна, приближается. Днем уже у нас получается теплее, чем ночью. Да, скоро у Идоши. Неделю будут выходные. Маме нужно продумать уже расписание. Что это ты хочешь сказать все время? Идошенька, хорошо, хорошо. Но я не это хочу, сынок, сказать. Есть еще сейчас. Начинается Maple Sugar Festival. Maple Sugar Festival. Вот. Вот. Фестиваль. Мэйпла. Кленовый, кленового сиропа. Маме, смотри. Мэйпл сиропом. Вы уже видели у нас очень много. Было видео в прошлые года, когда мы еще жили в Квебеке. Мы ездили на эти фестивали. Фестиваль уникальный, очень своеобразный. В то же время он, можно сказать, сильно многим не отличается от чего-то другого. Но именно в Квебеке это проходит так, как по-классическому это должно быть. Потому что мы знаем, что Квебек самый большой производитель кленового сиропа в мире. И поэтому у них это проходит самое лучшее. Самое вообще классное. Поэтому стоит ехать в Квебек, если вы хотите ощутить настоящий Мэйпл сироп фест. А я вам в конце видео вставлю иконочки, на которые можно будет нажать и посмотреть наш старый Мэйпл фестиваль. Мы здесь были, но здесь это уже совсем другое. Здесь это просто очередная ферма. очередная очередная растрата денег. И вы не получаете именно полностью все, как сказать, как же это сказать, не получаете все вещи. То есть если вы не знаете, как оно может быть, то вы нормально к этому относитесь. Но когда вы знаете, как это еще может быть, то это уже не совсем то. У меня есть и антарийские, и Квебекские воспоминания. По-моему, первый раз еще, когда я шла в Квебеке на этот Мэйпл сироп фест, когда мы шли, мы шли с Костей на работу, ребята, оно было, по-моему, я еще не снимала так активно. Идуша, я же рассказываю, сынок, что ты хочешь? Потому что Кена, да, больше всего производит Мэйпл сиропа. Ну да, это все знают, сыночек. Помнишь, как ты делал конфетки, когда был маленький на ферме? На палочку накручивал сироп во льду. Да, это очень интересная активити. Сейчас еще рановато, сейчас еще очень холодно для этого. К апрелю можно, да, вот к концу оно лучше будет. Там же можно купить и сироп настоящий. Он там не всегда будет дешевле, но можно найти хорошее предложение. Вот, так что сейчас начинается вот этот вот фестиваль. Вот, это интересная активити. Мы ее вряд ли будем делать в этом году, потому что, ну, уже ходили, ходили сколько можно одно и то же. Надо что-то другое. Так что в этом плане вот такие новости. Это новости. Я говорю вам про такие новости, не говорю про политические новости, меня это не интересует. Здесь есть у нас достаточно каналов канадских, которые освещают такого плана события, поэтому не хочу повторяться. Тем более мой канал не об этом. Костя сегодня сидит с компьютером, пытается его запустить. И хорошие новости, те, что hard disk работает, но компьютер не работает. компьютер не очень. Костя говорит, можно попробовать, конечно, купить клавиатуру, поменять. но вряд ли это поможет. Вот. Ну, в общем, мои надежды оправдались. Диск работает. Фотографии, видео работать будут. Сейчас Костя как раз в этот момент, он говорит, я не знаю, смогу ли я включить полностью компьютер, но hard disk, он сейчас быстро там что-то переписывает на другой компьютер. все, что там есть. Я счастливая и спокойная. Вот, спокойная. То есть я спокойно к этому относилась, я внутри очень души, я вам говорила, я очень верила в то, что он включится. Так что помогла мне вера моя, хоть Костя всегда со мной смеется, он говорит, ага, вера твоя помогла. Это мои руки помогли. Вот так он всегда рассуждает, как мужчины. Так что он сидит, пытается, он там его чистил, уже зачищал, зачищал, но он не включается полностью. Компьютер, он включается там до определенной точки, но не до той, которой нужно. То есть дальше не идет. Вот, так что Костя попытается там какие-то манипуляции еще сделать. Но главное, что hard disk заработает. Самое главное, остальное уже не важно. Разберемся. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Так, все, закрываем гараж. Время 5. 5.37-3. Ребята, добрый вечер. Мы, я выезжаю сегодня в свою последнюю поездку. О, мой гуднес, я очень устала сегодня, если честно. Слава Богу, что солнечно, так на душе светло. Едем на концерт Я еще помимо Урока После урока заехали мы с дочкой в магазин В No Frills Купили там подарочную гифт-карт Для мальчика на завтра У нас день рождения Душа, не важно, люди же не знают, кто такой Бенджамин Понимаешь, им это все равно Не надо, это его personal information Боже, душа, ничего не видно Куда ехать, солнце так светит, зараза Ой-ой-ой Вообще не видно, куда ехать Мать моя родная Прям так в окно светит Значит, мы едем сейчас На наш концерт Немножечко там покажем вам Как Душка играет Надеюсь, что все пройдет хорошо Ида не будет спешить никуда Как он любит спешить у нас Сегодня после урока, конечно Мне было сложно Потому что сегодня у нас Перед нами была поставлена задача Новая Учителем Из которой следует понимать Что нам сейчас теорию Нужно в принципе учить самами Самостоятельно Самим То есть Есть специальные книги Которые нужно приобрести То есть мы можем приобрести Как бы сами Не обязательно в школе Да Или можем кого-то попросить Или найти В общем, смысл заключается в том Пляха, солнце будет мне в глаза светить Что надо по этим книгам Самостоятельно заниматься Я уже к Косте пришла Сказала Говорю, слушай, Константин Это значит, нам нужно заниматься С этим учителем По субботам Ну, скажем С одним учителем Заниматься Как бы техникой Непосредственно Сейчас нужно Нанять другого Который нам будет Объяснять теорию Ну, потому что По идее Рассчитаны эти учебники На то, что ребенок Может сам заниматься То есть он там прописывает Ну, в общем Теория в чистом виде Но проблема в том Я, конечно, что-то Могу с ним заниматься Ну, я не знаю Если честно Я очень расстроилась Потому что это такой Челлендж конкретный То есть нужно быть Учителем музыки Для того, чтобы Ты мог своего ребенка Будем научить Нормальной музыке В общем, будем Будем посмотреть Так что в этом плане Для меня это еще Такая нагрузка Которую я не совсем Ожидала По крайней мере Ну, я не знаю Что я ожидала На самом деле Просто неожиданно Вот такое свалилось Дополнительное занятие Коста говорит Я надеюсь, что музыка наша Скоро для нас не закончится В том плане Что эти хотят Нас в школе Видят в нем потенциал И хотят, чтобы он Продвигался Но для этого Как бы ничего не делается Кроме требований Да То есть они говорят У него есть потенциал Реально Он может Что тут И поехали То надо Это Надо Пятое Десятое А Мы не в состоянии Это тянуть Не в плане наших знаний Не в финансовом Может быть там Допустим Можно было нанять Еще одного учителя Взять Так что этим Так что этим я была Огорчена Видео Иртан Крутит Крутит Смотрит Какие-то Мерем Вечером вышло Вечером вышло видео У некоторых людей Считайте Прошло уже целый день У них наступило Уже наверное Пятое число У многих Не наверное А стопудово Уже наступило Пятое число Люди блин Не видели видео Ну не важно Не важно Увидите позже Ну просто Смысл в том Что как бы Мне не нравится Эта задержка Я пытаюсь как бы Понять В чем Загвозточка Я сегодня сюда еду В эту сторону Уже третий раз Утром с Габи Ехала сюда же С Эдошкой ехала Сейчас опять еду Я думала Что уже сил не хватит Но окей Хватило Слава богу Были готовы В обед С Костей приехала Когда после Поликлиники с Габи Уже мы считайте Обедали Было 12 Плюс Дети кушали С Макдональдса Я им купила Вкусняшки всякие Мы с Костей Ели луковый суп Потом я поехала На урок После урока Мы приехали С Костей доедали У меня была гречка И у меня был рис И у меня вот эти шарики Вчера мясные В подливе Так мы с ним поели Он рис с шариками Я Гречку с шариками И вот эту острую приправу Не приправу Острые перцы Эти халапинио С которой я в Косте покупала Еще 3 недели назад Или сколько Это уже было у него Вот Блин Еду чуть ли не на ощупь Кошмар Как солнце светит Машин море Вот И все Выпили 2 чашки кофе И сегодня Когда мы вернемся С Адоши сейчас С концерта Я думаю Что это не будет Длинный концерт Он обычно берет От 40 минут Максимум до часу Будем делать пиццу С детками Будем делать пиццу Посмотрим Что у нас из этого получится Вот А завтра планирую Шашлык Из этого мяса Которое я купила В Костка Так Приехали мы Хорошо Как раз без 15 Желательно приехать Поран Чтобы нормально сесть У меня с камеры Чтобы в первых рядах Чтобы можно было Нормально снять Моего сыночка Сладкого Чтобы ты мог Потренироваться Да Немножко Хотя бы Дошу проиграть Ну да Это просто За зданием Скрылось Солнышко За зданием Что хочу сказать Про тушу Пока что нравится Она не обсыпается Вот есть не целый день Вот Так что Вроде ничего Так что ребята Вот такой какой-то День в машине Вчера день на кухне Сегодня день в машине И так и живем Завтра немножко Уже больше отдохну Я говорила Что сегодня буду убирать Какие там уборки Не пылесосил Никто ничего Не мыл Как говорится Ничего никто не делал Все Ну пошли Ничего не делали Ничего не делали Это потому что Переводишь с английского На русский Ты говоришь Ничего делали Это на английском говорят Как ты на английском Это скажешь We did nothing We did nothing То есть мы делали Ничего На русском Мы так не говорим Мы ничего не делали Мы два раза говорим Не-не Не-не-не-не Мне ничего не делали. Ладно, все, мы поехали. Ладно, все, мы поехали. Ладно, все. 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 Пока. Пока. Драницы. Драницы уже шипят на сковородочке. Здесь уже набор выстраивается. Тесто для пиццы. Тесто уже подходит. Тесто уже подходит.